Добрый день, меня зовут Михаил Неверов, я помогаю командам развивать диджитал продукты, слежу за достижением KPI и оцениваю потенциал проектов. Сегодня мы поговорим о бизнес-моделях и их применении при развитии стартапа. Бизнес-модель — это компактное, упрощенное представление о бизнесе, источнике его доходов и создании выгоды для пользователей. Самый простой пример — магазин, так называемая торговая модель. Вы покупаете товары оптовика и продаете с наценкой в розницу. Чем сложнее ваш проект, например, у вашего магазина теперь есть кафетерия и пекарня, тем важнее анализ источников прибыли и их оптимизация с целью повышения дохода. Стартап без бизнес-модели хорошо иллюстрирует анекдот. Мужчина продает на рынке вареные яйца. Сосед спрашивает, почем берешь сырые? По 10 рублей. А продаешь? По 9. Странно, а прибыль какая? Прибыль еще не считал, но оборот бешеный. Зачем нужны бизнес-модели? Задача любого бизнеса — приносить прибыль, и ваш стартап не исключение. Понимание, какая монетизация идеи будет лучше на старте, а какая после первой тысячи пользователей поможет эффективно развивать проект. Например, в начале ваш интернет-магазин будет жить за счет разницы между закупкой и продажей. После 10 тысяч ежедневных покупок вы сможете дополнительно зарабатывать, предложив производителям рекламу на главной странице или выделив товары производителя в отдельную группу. Бизнес-модели применяются для оценки и анализа эффективности бизнеса компании в сравнении с другими аналогичными компаниями, для оценки потенциала инвестиционной привлекательности бизнес-компании в будущем, для оптимизации бизнеса и удержания ценности, которую компания создает для клиентов. Что такое бизнес-модель? Если коротко, то бизнес-модель — это способ, который компания использует для создания ценностей и получения прибыли. Существуют десятки классификаций бизнес-моделей. Это живая тема в современной науке. Мы с вами познакомимся с категоризацией профессора университета штата Северная Каролина Майкла Раппа и обсудим наиболее применимые для технологичных компаний. Вряд ли вы планируете стартап, на первом этапе которого нужно построить тракторный завод и начать дистрибьюцию продукции в страны Африки. Так что часть информации мы оставим за скобками. Полное описание бизнес-моделей, доступное по ссылкам к видео. Давайте разберем на примере. Стартап помогает школьникам готовиться к олимпиадам по физике и за подписку открывает доступ к базе из 150 обучающих видео. В данном случае у нас происходит монетизация по подписке. Спустя время вы обнаруживаете низкий интерес к услуге, так как не всем нужен весь набор видео. Некоторым ученикам достаточно пары тем для уверенности. Вы можете сменить модель за оплату использования или продавать подписку на ограниченный набор занятий. Модель частичной подписки. Таким образом, знание бизнес-моделей помогло избежать банкротство и адаптировать проект к запросу рынка. Ив Пинье в своей знаменитой книге «Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега-инноватора» говорил, бизнес-модель — это то, что отличает вас от других, это ваша уникальность, выраженная через взаимосвязи между самыми критичными факторами вашего успеха. Бизнес-модель важнее миссии, стратегии и плана денежных потоков. Это основа вашего конкурентного преимущества. Когда нужно использовать бизнес-модели? Работа с бизнес-моделью начинается на самом раннем этапе проекта, в момент выбора способов монетизации вашего продукта и продолжается на всех этапах развития. Хорошей практикой будет изучать проект раз в два месяца для поиска точек роста или при возникновении затруднений. Стартапы часто меняют бизнес-модель в ходе развития. Это распространенная практика. Не стоит бояться экспериментировать. Какие бывают бизнес-модели? Профессор Майкл Рапп выделил 9 основных концепций. Брокерская, рекламная, инфопосредническая, торговая, производственная, партнерская, сообщество, подписная и по потреблению. Ознакомимся с концепциями и их подвидами более детально. Первая модель — брокерская. Используется как в компаниях, оказывающих услуги для других компаний, так и для обычных пользователей. Интересный подвид, когда пользователи общаются напрямую с другими, например, Авито. Брокерский бизнес соединяет покупателей и продавцов и проводит между ними транзакции, за что взимает определенную сумму денег. Это может быть фиксированная ставка или проценты от сделки. Если вы понимаете, как работает Алиэкспресс, то бизнес-модель вам понятна. У брокеров есть несколько подвидов. Здесь и далее мы обсудим самые яркие примеры. Как и договорились, часть информации вам придется изучить самостоятельно. Подвид брокеров — это площадки выполнения заказов. В России наиболее известен Profi.ru, где вы можете найти репетитора по математике или тренера в фитнес-зал. Заказ выполняет в соответствии с критериями, например, цена и срок услуги по запросу клиента. Аукционный брокер. Бизнес, проводящий аукционы для продавцов, других компаний или обычных пользователей. Собирает издержки за размещение товаров и комиссионные, величина которых определяется суммой транзакции. Самый известный пример — это eBuy. Платежный брокер. Представляет сторонний платежный механизм для проведения транзакций между покупателями и продавцами. Kiwi или Яндекс.Деньги будут хорошим примером. Виртуальный рынок. Интернет-площадка для онлайн-продавцов, взимающая оплату за первоначальное размещение и ежемесячные членские платежи или транзакции. Также может предлагать сопутствующие рыночные услуги. Самый известный в мире пример — это Amazon. Рекламная модель. Расширение традиционной концепции СМИ. Бизнес представляет потребителям контента и сервиса, транслирует рекламу заказчиков. Рекламная модель работает наиболее эффективно либо при правильном выборе ниши, либо при больших объемах потребителя контента. Очевидно, что реклама в 3 часа утра сработает хуже, чем во время финала Чемпионата мира по футболу. Информационный портал. Площадка с большим объемом трафика, представляющая контент и дополнительные сервисы. Существуют персонализированные и нишевые порталы. Первые представляют пользователям возможность самому выбрать, что именно им интересно, а вторые ориентированы на определенную аудиторию. В России это всем известный Пикабу или американский Reddit. Доска объявлений. Список позиций для покупки или продажи. Бизнес либо взимает оплату за размещение в списке, либо работает под подписной модели. Автору или из рук в руки помогают понять, как это устроено. Ресурсы с обязательной регистрацией. Проекты с бесплатным контентом, требующие от посетителей создания аккаунта и предоставления определенных демографических данных. Это позволяет отслеживать поведение пользователей и создавать портреты потребительских сегментов, используемых для проведения таргетированных рекламных кампаний. Если вы готовились к рефератам, то видели сайты, которые просят зарегистрироваться, чтобы получить доступ к полной статье. Это как раз наш случай. Поисковая и контекстная реклама. Продажа рекламных позиций, баннеров, выдачи поисковых систем. Поиск от Google или Яндекс. Объявление перед основным контентом. Анимированное объявление, отображаемое при переходе на сайт перед основным контентом. Всем вам известная реклама на YouTube перед обзором вашей любимой игры. Инфраброкерство. Пользовательские данные представляют высокую ценность для компаний, а информация о продуктах – цена для потребителей. Инфопосредники занимаются продажей ценной информации покупателям и компаниям. Наиболее яркий пример – это рекламная сеть. Транслирует баннерную рекламу на сайтах участников сети, представляющих информацию о своем трафике. Рекламные сети также собирают данные о посетителях, самостоятельно в целях анализа эффективности маркетинга. РСЯ – отличный пример. Продавец – оптовые розничные отлайн-торговцы, товарами и услугами. Виртуальный продавец – ритейлер, работающий исключительно в интернете, но продающий реальные товары, например, Озон.ру. Цифровой продавец – продает исключительно цифровые продукты и услуги, выполняет продажи и доставку самостоятельно, экономя на логистике в реальном мире. Магазин игр стиль. Производитель в рамках этой модели, производитель самостоятельно выполняет продажи своего товара в сети, сокращая таким образом каналы дистрибьюции и траты. Магазин игр PSN Store от компании Sony, наверное, знаком всем. Возможность использования товара может быть как постоянным – покупка, так и временным. Например, вы можете взять фильм на неделю в аренду в некоторых интернет-кинотеатрах. Партнерский макетинг. Это более развитый вариант рекламных услуг. Вы можете приобретать или продавать лидов у дружественных ресурсов, обмениваться баннерами, договариваться об оплате за клик, переход, выполнение определенного действия. Хороший пример – это оплата за выполнение посетителям, приведенным партнером, целевого действия, например, установки приложения. Вы также можете разделить прибыль от сделки. Модель сообщества. Пользователи интернета собираются для коммуникации или по общим интересам на специализированных веб-площадках. Прибыль последних может обеспечиться множеством источников монетизации, например, собственной рекламной платформы, подписной модели, представление дополнительных привилегий и тому подобное. Если вы зарегистрированы в ВКонтакте, то все понимаете лучше меня. Есть множество подвидов работы сообщества, например, доступ к эксклюзивному контенту за пожертвования, как в Патреон, или возможность общаться напрямую со звездой. Подписная модель. Пользователи оформляют подписку на определенный сервис. Это может быть контент, YouTube, возможность общаться с специалистами высокого уровня, LinkedIn, или читать развернутые аналитические статьи, РБК. По потреблению. Антипод модели подписки, где клиенту также представляется определенный сервис, но форма оплаты опирается на потребленном трафике, полученной информации или другом количественном показателе. Две основные модели – это ограничения по использованию, оплата в зависимости от объема использованных ресурсов, будь то контент и количество памяти, представленных компаний. По объему услуг. Позволяет подписчикам приобрести ограниченный доступ к услугам. Знание и понимание концепции бизнес-моделей поможет вам не только быстро адаптироваться к изменениям рынка, но и определять точки роста вашего стартапа. Концентрация на четырех основных элементах бизнеса – клиенты, предложения, инфраструктура и финансовая устойчивость – поможет достигнуть успеха и не дать проекту потонуть на старте. Я рекомендую книгу Овера Гассмана «Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов» и бестселлер Ива Пенье «Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и инноватора» для более глубокого погружения в тему. Надеюсь, наша беседа была для вас полезна. Удачи! Задание. Выберите один правильный ответ. Что такое бизнес-модель? Вариант А – прототип сайта с ценниками. Вариант Б – метрика для оценки результатов. Вариант В – способ, который компания использует для создания ценностей и получения прибыли. Когда нужно использовать бизнес-модели? Вариант А – в момент получения первой прибыли. Вариант Б – со старта проекта на всех этапах развития. Вариант В – случай затруднения в бизнесе. Поисковая и контекстная реклама – это пример. Вариант А – рекламные бизнес-модели. Вариант Б – партнерские бизнес-модели. Вариант В – подписной. Вариант А – рекомендации та судьба. Вариант В – balances Вариант В – комик на fer – так вспорно. Вариант В – виск для оценки Assassin's Creed